Значит, я дочка Юрия Коваля, зовут меня Юля, Юлия Юрьевна, соответственно, вот портрет моего отца, вы видите, значит, и сегодня я хочу рассказать, ну, в первую очередь, для детей, потому что отец мой был детским писателем, ну, и во вторую очередь, конечно, для их родителей, и о его творчестве, о его жизни, о его отношении к жизни вообще и к природе, в частности, поскольку мы с вами находимся в стенах биологического музея, поскольку этот момент очень актуален. Я делаю в жизни решительный шаг, я песню пою о летучих мышах, скажу убедительно в самом начале, что мыши летать никогда не летали. Автор отпустите, автора! Сами управимся, не дергай дверь, ты играй с ними, бой! Да играй ты! Книжка «Самая легкая лодка в мире» Я построю лодку, но только самую легкую в мире Самую легкую? В мире? А сколько она будет весить? Не знаю, хочется поднимать ее одной левой Без бамбука тут не обойтись, сказал Орлов, задумчиво пошевеливая бородой и усами. Бамбук – самый легкий материал. Орлов вытащил из-за паузуки овальную жестянку. Красная краска на ней местами облупилась, прожарела, но хорошо видна была парушная лодка и надпись белым по красному. Чай. Товарищи случайная торговля. В.В.Соцкий и К. Москва. Перед нами была старинная выездка. Но как попала она в подвал? И как попал сюда бамбук? Скелет этой лодки остался. Он действительно из бамбука. С добавлением металла в качестве скрепляющих деталей. Есть металлические. К сожалению, оболочка этой лодки, там в книге написано «Платье для невесты». Она действительно по своему апрису красивая такая узкая лодка. Оболочка была серебряная. Вот. Ну мы сейчас посмотрим, как на ней плавли, как это все выглядело. То есть он хотел сделать для себя свое какое-то такое необычное судно, да? И он его сделал. И, конечно, это... Ну понятно, что тут какой-то случай помог. Ну, на самом деле, если сильно хотеть, то случай он всегда помогает. И голосование был назначен капитаном потомок, да? Ну, на выставке, кстати, капитан-фотограф, как раз и его фотографии-то тут и представлены, да? Все эти вот путешествия на дуванчике именно он заснял, да? Пилил бабочка, ласточка, чиж, грехвостка, эхо. Эхо не очень лодочно, сказал я. Лодочно-лодочно, сказал Орлов, да? Ау! Ау! Да? Все легче, чем эхо. Я висел за бок железным калачом, а на сумке с ключом в руке. Иван Петров сидел, и много лет на белый свет, но в щелочку глядел, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку, то в щелочку, то в дырочку. На белый свет глядел. И вот подходит к суздуку огромнейший медведь, иван кричит ему, ку-ку, попробую отбереть. По их телу, ведь запел, ведь не глядя, кто-то-то, кто-то? Кто отбелит, не смог, ведь не смог, ведь ведь замок. По их телу, ведь запел, ведь и в щелочку, глядя, то щелочку, то подырочку, то щелочку, то дырочку, то странное отверстие для маленьких жучков. Гизящный плют, куравей, нащупал секрет, Тянула седок и нитей ужасно много лет, И вставала к нам цву куравей. И подымаясь, выясу слышал, голос через щель, Не выложишь, не ввись, не суйся в нашу щелочку, Не суйся в нашу дырочку, и в странное отверстице Прошу тебя не ввись. И вот подходит к сундуку, сам автор этих строк, И, вынув правую руку, отщупает замок, И строго в герку говорит, скажи, любезный трок, Каким путевок приток с ключом забраться ты в сундук? Неужто через щелочку, неужто через дырочку И в странное отверстице ты с ключом пролез? И тут ужасно в сундуке Иван захохотал, И приподнялся вдруг сундук, и со мной ноги встал, Друзья, сказал Иван, друзья, загадка нет, У сундука есть столько верх הא�моций вверх угла, А щелочка, а дырочка, а щелочка, а дырочка, А странное отверстице весь ус朗 и ни при чем. А щелочка, а дырочка, а щелочка, а дырочка, А странное отверстице весь усню и причем. Спасибо.